здравствуйте коллеги хотела немножко рассказать о протестах желтых жилетов собственно продемонстрировала вам те митинги которые происходили в страсбурге собственно работали в страсбурге да и на вокзале встретили один из региональных митингов который я вам продемонстрирую на части видео после этого вступления и хотела бы напомнить что в целом феномен вот движение желтых жилетов изначально начался как реакция на повышение цен на топливо хотя в принципе эммануэль на макрон изначально декларировал что он за карбон фри он за одну такую зеленую политику да и поэтому собственно цены на дизель цены на топливо потому что но по сути это произвело с собой повышение цены на многие непосредственно нам на многие нефтепродукты да она будет поэтому в целом он не нарушил своих предвыборных обещаний достаточно достойно себя вел в целом во время первых демонстраций кстати они начались они не с демонстрации они начались как раз с smm компании об этом мало кто знает в мире да они начались youtube обращений facebook обращений среди которых были простые граждане водители фермеры и непосредственно потом уже превратились в непосредственно потом уже превратились в большие митинги но изначально вот если будет любопытно можете ознакомиться с выступлением одного фермера который предлагает макрону пожить простой сельской жизнью заплатить собственно за все энергоносители за дизель и потом ну собственно вводить свою вот политику по повышению по повышению налогов и потом непосредственно это движение организовывалось они блокировали парковки они блокировали дороги но насколько это можно было превратились также в такое большое движение автомобилистов и то что вы видели непосредственно вот здесь неподалеку на елисейских полях это 32 акта так называемых до митингов на которых участвовали порядка 30 тысяч людей в каждом некоторые митинги были даже более многолюдными да ну собственно были и трагические последствия более тысячи человек были подвержены также разного рода ответственности за участие в этих митингах к сожалению несколько человек также погибло во время столкновений да то есть это не были убийства но были несчастные случаи при которых люди погибли но тем не менее по сути основной посыл до того что несмотря на ну такой довольно таки социалистический до устрой во франции со стороны устройства рабочего времени со стороны непосредственно трудового кодекса да со стороны налоговой политики когда ты платишь высокие налоги ну получаешь и достаточно большое социальное обеспечение переживает некоторые кризисные процессы потому что люди не готовы и к либерализму скажем так да ну очень агрессивно относятся к допустим повышению налогов а по методологии если говорить политтехнологично то безусловно очень интересно также посмотреть на методы сбора людей на методы сбора в том числе вот желтых жилетов через digital компании в развитых странах где ну непосредственно digital device может себе позволить каждый да и взять собственно да понимать эти механизмы да и понимать что собственно такие компании могут быть как мирными эффективными адвокат и компаниями допустим по защите прав человека так и непосредственно ну про приводить к большим кризисам да и но в то же время кстати макрон на в ответ на 3 потому что эти требования потом существенно расширились да он ну достаточно агрессивно достаточно не агрессивно реагировал да но достаточно последовательно говорил что его политика меняться не будет теперь непосредственно смотрим видео со страсбурга как до сих пор происходит митинге желтых жилетов а вот и видим что это в регионах происходит не так страшно то есть да там есть шашки но конечно для граждан это не опасно смотрим то есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ